Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну пойдет Не тачку же эту гребаную прокачивать Так, где мой Бетарожец Так, залезть Выбор задания Стаперики Погоди-ка Так, этого чмошника мы спасли А, их еще и несколько захватили Ну да, пожарные Это первые, кого надо брать в плен Вот! Вот! Краткое изложение дела Смотрите, висящее изуродованное тело Ну где же оно изуродованное, блядь? А, изуродованное Не знаю, как далеко идти А, вон, появились циферки Бэтмен их просто очком своим загоражил Не знаю, зачем в этой игре форсаж Тут как бы нет таких прямых улиц Где бы можно было разогнаться как следует А, управлять машиной на извилистой дороге Ну давайте попробуем Да, 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 да И давай штукатурить бортики Так, проверим, сдох ли он Контрольный жбан Музычка играет А, вон, колонка подвешена Я нашел, что мутилированное тело, которое говорили Я буду пытаться установить причину смерти Пытаюсь установить причину смерти И даже не знаю, как бы, изуродованный труп, причина смерти Его убили! Как тебе такая причина смерти? Ноги как у, блядь, 80-летней бабушки Передозировка обезболивающими Я уверен, что это отсылка к Хиту Леджеру Ухо 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 Врожденный дефект Любят у них там, знаете, такие типа Так, так, у него там неправильное ухо Давайте сейчас мы по этому уху узнаем, кто он Или там по слепку зубов У нас, вот я не знаю, у меня, допустим, нигде нет карты с моим полным слепком зубов Я не знаю, если вдруг найдут мое Найдут меня В неузнаваемом виде Как они что-нибудь будут делать Так, у него, кстати, маска одета Так, и у него Очень маленький член Альфред, пробей по базе данных человека С неправильным ухом и маленькой писькой Сейчас посмотрим, что у него с мозгами было Наверное, не очень А это мышцы Так, а теперь мы сканируем его мышцы А, ну член это мышцы Вот, все правильно Да, у него и так И так у него член не очень И так член не очень Какой-то он, блядь У него кольцо в аппендиците У него кольцо в аппендиците Офилия Офилия Кость О, протез Какой-то он, видимо, был не очень удачливый чувак Ёб твою мать Как Бэтмен все узнал быстрее, чем я не знаю Он Он, наверное, этой Бабиис Давай поженимся Звонит Консультируется Погибший Такой-то, такой-то Неудачный брак с Офилией По гороскопу Телец По натуре Пиздец Бухал-бухал И помер, короче Но это не помешало ему И этому алкашу еще и протезирование сустава бедренного сделали А хер ли нет Роза рекомендует жениться Епта себе Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Что это такое? Используйте новые мощные решающие О Чё, как каратэ-то выучить? Ааа У меня не на все хватает, да? Бэт-костюм. О, на бэт-костюм хватает, смотрите. Броня ближнего боя. Да. Сучка, покажи мне, что изменилось визуально. Мышцы увеличились, нет? Я чуть не врубаюсь. И чего? Я обследовал его. Ой, простите. Простите, простите, параллельная парковка. Извините, я всё оплачу. Чёрт бы вас побрало. Горожане понаставили. Офицер. Так, ладно, где карта заданий? Нахрен мне этот... Трупашник осматривать. Обосрался у меня 300 лет. Полицейский участок не то. Вопросник не то. Как можно отдалить как-нибудь эту карту? А, во. Задача. Не, ну на тачке, конечно, стало быстрее перемещаться. Быстрее и прикольнее, чем тупо прыжками и полётами. А, в надоевшем всем каком-то паркуре. Смесь Ассасин's Creed и Just Cause. Пошёл ты нахрен. Можно не драться теперь с бандитами, бесконечно нахрен им нужны. Ещё и такси в городе работает. Блядь. Вот тормоз на какую-то кнопку непонятную. Вот он. Кто-то уходит от погони. Мне кажется. А хер его поймёшь. Так, ладно, надо наверх залезть. Ещё и всех, кого сбивает Бэтмен, бьёт током. Что самое прикольное. Чтобы, типа, не рисовать... Блядь, как же тормозить на этой машине? Чтобы не рисовать брызги крови, они решили рисовать... Так вот, вот эти искры... Искры ударотоков. Но это же детская игра. Тут, как я понимаю, нельзя рисовать кровь вообще. Поэтому тут изуродованный труп. Выглядит так, как будто его в лучшем морге обрабатывали. Ну, я на месте. Да, я боролся на Бэтмен. Брошил мой руки в три места. Но как я его вижу, я не могу... А он, типа, не знает, как тут всё открывается. Это же... Это же его берлога, нет? У него, наверное, столько берлог, что он уже забыл, что где делать. Воу-воу. Воу-воу-воу. У Тони Старка, наверное, подглядел, как надо делать. Интересно, кто богаче. Тони Старк или Брюс Уэйн? О, Оскар. Смотрите, статуэтка Оскара. Ну, почти Оскар. Да. Это, наверное, приз женщине, поймавшей на рыбалке самого большого леща. За то, что наступила на спиннинг мужа. Сука, сколько у него нанотехнологий всяких, это что-то. А, клещи с опрофитой, которые содержатся в вашем ковре. Вам нужен пылесос по мощнее. Да. Готэм полон гениев. Психов и гениев. Вот я дура. Просканируй весь город, нихера себе. Слушайте, я что-то не врубаюсь. Так комиссар Гордон в этой вот конкретной части уже знает, что Брюс Уэйн это Бэтмен или нет? А эта баба знает, что Брюс Уэйн это Бэтмен. Уточните местоположение. Где выход? Если у него весь город под наблюдением, в чем была проблема предотвратить вообще это? Увидел, что опа, тут что-то варят. Или мед, или токсины. Знаете, что общего у Бэтмена и Шойгу? Они не работают на упреждение. Они борются с последствиями. Они, ну, как бы, я еще не видел такого, чтобы где-то что-то предотвратили. Допустим, вы когда-нибудь слышали новость, что где-то предотвратили лесные пожары? Нет. Я слышал только, блядь, как их тушат там, как их там, не знаю, что-то с ними там борются. А заранее вырубить, заранее там что-нибудь сделать-то, это что, никак вообще? Никак. Ну, это уже в более умные люди, в более умных лекциях это уже обсуждали, поэтому... О, что это такое? Идеальное преступление. О, еще одному повесили. Ты глянь. У этого татуировка, вон, смотрите. Ферил, лид, я просто смотрю на игру про Бэтмена и понимаю, что пока что-то прям из рук вон невероятно не случится, Бэтмен не почешется, ничего не делает. О, у этого что-то с членом не так. Подожди, а чё это? В мышцах там чё-то? В костях? А, позвоночник? Чё? А чё тогда мне сюда показывают? Вот таким хреном. О, у него коленная чашечка. Коленный сустав вообще весь. Артроз, артроз. Ювенальном артрите. Редкие, весьма тяжелые болезни. Ювенальный артрит. О, в подмышке у него чё-то. Фурункул, наверное, подмышечный. А, правый желудочек в сердце? Это у него сердце там, что ли? Я думал, оно где-то пониже. Как, блядь, отойти отсюда? Я не понимаю уже, на что я смотрю даже. Ну, тут татуха, однозначно. Эй. Рубцовая ткань, это, оказывается. Узнаю этот узор. 20 лет назад в заключенных Блэк-Гейтской тюрьме это был почетный знак. Его носили члены небольшой группы вымогателей, известных как Шестера из Бладхевена. Бэтмен говорит, узнаю этот знак. 20 лет назад в тюрьме это было уважаемая херня. Кого-то он 20 лет назад в тюрьме сидел, еб твою мать. Не, ну вы подумайте, блядь. Узнаю этот знак. Шестеро людей такое носили 20 лет назад. Нихуя себе. Шерлок Холмс бы, блядь, так не догадался. Узнаю этот знак. О, граффити Бэтмена, смотрите. Так, между прочим, куда мне надо идти-то? Хрен бы с этим трупом. Чё это, блядь, за прицел ебучий постоянно здесь? Нахер он нужен? Как его снять-то? Он меня только, блядь, дезориентирует. Пиздец полный. Это чё за звуки? Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, полегче. Я с автоматчиками не сражаюсь. Только, только рукопашные бои, чуваки. Только рукопашные пацаны. Блядь, ну как убрать вот эту хуйню, а? Ну как, блядь, убрать вот эту залупу? Ёб твою мать, нахуй она на экране, блядь, светится. Что это такое? Она показывает на этот труп. Нахуй мне обосрался. Переключить фильтр не работает. Что ещё? Установить маркер, закрыть. Блядь, ну ты посмотри, а? Ты, блядь, посмотри, а? Блядь, пошла ты в жопу. Сука, нахуй этой сложности нужны. Может, надо было это тело, типа, наверное, похоронить. Да, какой похоронить? Я им кто, блядь? Снять, может, надо было. Может, в бэтмобиль упаковать, не знаю. Отвести его куда-нибудь на анализы. Может, в этом суть. Суть того, что до сих пор прицел у него, блядь, пытается указывать на это говнище. Как там выбор задания был, блядь, включать? Не здесь. А. Сейчас, блядь, включим какое-нибудь другое нахер. О. Всё равно этот ёбаный прицельчик, блядь, да пошёл ты нахуй, ёб твою... Сука меня бомбит, блядь. Тупое говнище, блядь, управление здесь просто ёбнулся. Нахуй мне ваши испытания. Напишите в комментах, кто играл, как убрать эту хуйню, блядь, с глаз моих. Потому что это, блядь... О, мистер Фокс, смотрите-ка. Только моложе, чем Морган Фриман, блядь, два раза. О, бэт-крыло уже в пути, нифига себе. Из-за анархичности происходящего я, правда, теряю нить сюжета регулярно. Где какая в жопу в Бэтмене нить сюжета? Все сбежали, всех поймать, всех побить, всё. Это же Бэтмен. Вызвать Бэтмобиль, нахрен он мне обосрался. У меня сейчас будет бэт-крыло. И чё это? О, блядь. Это грёбаный геймпад. Свою, блядь. Он на своём плаще летает, как Мэри Поппинс на зонтике. Ты можешь как-нибудь быстрее? Так, ЛБ это где, блядь, вообще? Полегче, нихера себе. Приводная лебёдка. Что там эти вот дозаправки в воздухе? Херня собачья. Он самолёт прилетел и апгрейднул тачку. Вот это уровень. А, массивное заграждение, высокая подача. Отлично вообще. Прицельчик на экране, масс-лайф. Отлично вообще. Может, надо лебёдкой труп от стены отодрать? Я импровизирую. Залипи дула. Я знаю, как говно это работает. Поехали. Бурбариан стейшн. Нормально. Налогоплательщики оплатят, ёпт. Сейчас, сейчас, сейчас. Задний ход найду. Вау. Сейчас, 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 сейчас. Что это такое? Теперь это что? Не, ну это круто, конечно, смотрится. Хм. Да, они много чего придумали для этой части базара, нет. У меня вообще одна предъява, это оптимизация. И вот этот, сука, ебливый крестик, который меня заебал. Двести метров, вот до которого. Чтобы крестик пропал, пришлось перезапустить задание. Тогда этот крестик к херам собачьим, наконец-то, пропадает. То есть это... Делаю вывод, что это самый обычный, сука, сраный баг. Первый, который я пока что встретил. Но, видимо, не последний. Я не понимаю, куда я прыгаю? К чему я, сука, стремлюсь? В этих трамплинах. Что? Да, езды в стесненном пространстве. Это мне сюда что-то надо? Я смотрю, здесь, походу, каждая вторая миссия будет завязана на езде на автомобиле. По стесненным, не стесненным пространствам. Оу. Так. Стреляем лебедкой. Ну и... Он что-то не ломается. А, вот. Можно все-таки машину таскать на лебедке. Назад это вытянуть лебедку. Вперед. Это себя к лебедке подтянуть. Хотя, мне кажется, что действие это одно и то же относительно лебедки. Она наматывается на этот барабан. Что тянет, что подтягивает себя. Не понятно, почему. А, ну понятно здесь. Машина тормозит, машина едет. Подожди, чего? А теперь риверс двигателя какого-то. А, еще и дело, нифига. Как хитрожопа все. Я как-то готовился к какому-то примитиву. Думал, ну, Бэтмен. Примитивная игра. Да, тут столько хитрожопостей они наводили, что просто охереть. О, лысый, ёпта, иди пописай ее. Так это Робин или Найтвинд? По-моему, это уже... А, нет, у него я же нарисован. Он просто хочет помочь, ты знаешь. У него антенна готова? Да. Но мы будем нуждаться микроволновой тавер, чтобы тренировать локацию Скаиркроу. Есть один в Фалконе, в Калдроне. Я его написал на твоей мапе. Спасибо, Орако. Интересно, а как первобытный Бэтмен, у которого в маску не было встроено вот это на назрение всякое, как он расследовал различные преступления, искал улики. У него там маска была просто резиновая и дырки для глаз, и больше ничего. Как-то же он без этого, без этих примочек справлялся. Так, я могу забрать свою тачку отсюда? Ах ты, ёб твою мать, нельзя. Всё, прощай, понятно. Теперь, наверное, прощай, машина на пол игры. Дайте мне теперь Бэталёт, что ли? Бэткрыло, или как-то мы его обозвали. Пэнкман и Туфейс работают вместе. Это странно, я не люблю это. Хоть в этом плане управление изменили. Я какого-то Бэтмена, по-моему, записывал. По-моему, того, где Джокер в конце мутировал, или нет. Там ещё мутки были с правообладателем Бэтмена. Часто, пока Бэтмен глючит, они его не очень-то монетизируют, как я понимаю. Пять солдат, все вооруженные. Выманить их наружу, а чё, внутри не залезть, дым не выпустить? Для быстрого обследования окружающей области раскачиваетесь между высокими точками? Чего, блядь, за раскачиваетесь? Какое нахуй раскачиваетесь? Это о чём он вообще, блядь? Если я их раскачиваю, они будет легче, чтобы поднимать. Понятно, полетай туда-сюда, подумай. Ну, бета-ранг, чтобы объяснить его. Ну, всё, время мочить. Они убьют заложника, сказал Бэтмен. Блядь, а Бэтмен вообще может что-нибудь сам решить, чтобы каждые пять минут не звонить? Блядь, Оракулу, Люциусу, Хуюциусу, этому Альфреду, блядь. Как опёздал какой-то, блядь. Алло, Альфред, я труп нашёл. Какая-то хуйня, надо разобраться. Идёт дальше, блядь. О, слышь, Оракул, тут чё-то нахуй электричества нет, блядь. Ничего не работает. Том, о, блядь. Люциус, три заложника, чё делать? Нихуя не знаю. Ёп твою мать. Это что за супергерой такой, осёл, блядь? Блядь, он опять ему чё-то выслал, ну ты посмотри. Бедные кровельщики, блядь, опять крышу проломили. Ещё ведь такое. Новый костюм, что ли? Уже? Десять минут играешь, на тебе новый костюм, давай. Обосраться. Made by Тони Старк. Dark black decision. Открывашки для пива. Опачки, ещё какое-то говно. А сюда можно сигарет вложить. Грудные мышцы, чтобы не качаться так увеличенные этими. Подкладкой из ваты. Ну и каска, наверное, немецкая, да? Нано-шлем. Ну всё, ёптэть. Брюс Крутиков нахуй готов. Костюм из тройного волокна и стекловатый вместо подкладки. Чтоб, блядь, булками шевелил. Покрытая титаном сетка. Магнитерлигическая жидкость мгновенно твердеет при ударе, давая возможность будет эффективно контактировать в ближнем бою. Ёмаё. Повышенная гибкость в альтерна... Если ничего... Чего, блядь? Как... Симбиоз бэтмобиля и бэткостюма для катапультирования. Отлично вообще. Усилитель крюка, пневматическое устройство используется гораздо быстрее и выше. Ага. Как ты чувствуешь, мистер Уэйн? Я активировал AR-пространение программы... Ох, тестирование, конечно, тестирование. Слышишь, Люциус, ты мне вот скажи, а если бы вот этих трёх типов... В смысле, вот, если бы сейчас вот заложника не взяли, ты бы мне когда этот, блядь, костюм дал? На день рождения, что ли? Придурок, блядь. Ну и чё это такое? А, это моя любимая хуйня, это же испытание вообще. Придурок, блядь. Я как бы не могу драться и читать их. Дебильные, блядь. Всё. Мастерские, обалденно. Всё, 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 хватит. Ничего не понял, но с меня хватит. Лучше бы Люциус ему в натуре автомат АК-47 прислал, чем... Не диск, в смысле, автомат. Чё вот эту бороду. Чё надо сделать? Планировать? Страх, чё, страх. Удар в полировании? Я и до этого применял, но нет? Где ещё один? Он раком стоит как... Дай ему кулак, ему в очко фистинг. А, он вон где был, понятно. А, сука, теперь он внизу, ты посмотри, а? Похер вот такого, а от мудоха, да и всё. Задание выполнено. Отлично, пойдёт. Спим потянет. Чё ещё? О, ещё одну очко дали. Псани. А это что? Страшный мультиудар. Сделайте страх своим оружием. Незаметно подкрадитесь к группе вооруженных бандитов. Быстро обезвредите их. Решающей серией ударов. Ну, а там охереть просто можно. Ещё бы они заранее показывали, что я должен сделать, а не, блядь, писали на экране какую-то херню. То есть... Конфигурация одна из четырёх. Тут ещё и четыре конфигурации. Симуляция завершена. Так, как нахуй выйти тогда из неё нахер? О, прерывать испытания. Сразу видно, что испытания говно. Подкрадитесь, подберитесь. Пошла в жопу, ёпт-вою мать. Я Бэтмен, я нихуя не должен подкрадываться. Я всех так должен нагибать. Ну и, собственно, переходим к стадии штурма. Что мне понравилось здесь, это то, что для того, чтобы запрыгнуть в вентиляцию, нужно нажать сочетание клавиш RT плюс B. Уже, по-моему, лет десять, как в играх, используется только одна кнопка действия для всех действий. Будь то залезть, запрыгнуть, забраться и так далее. А здесь до сих пор RT плюс B, ёпт-вою мать. Интересно, а на клаве что там надо было жать? Вот, а это, значит, новый режим такой штурма из невидимости, когда просто наводишь на следующую цель, какую Бэтмен должен вырубить. Жмёшь одну кнопку, он её сам вырубает. То есть такая полуавтоматическая коробка... Полуавтоматическая коробка раздач. Да, ты нажал, Бэтмен раздаёт сам. Так, ну, чё дальше-то? Новый уровень. Ну, это мне пока всё равно, что не хватает. Точка подключения Бэтсканера. Тут я уже, честно говоря, отдельно озвучу, потому что там уже у меня бомбило во всё. Я начал искать, где у меня находится Бэтсканер. То есть Бэтаранг знаю, Троссомёт знаю, ещё какое-то говно знаю, Бэткрюк знаю, Бэтсканер не найти. Видимо, тут надо серьёзно так подумать. А выйти отсюда нельзя. Офицера Рущего освободить нельзя. Обратите внимание, я рядом с ним прошёл. Вот, ещё один заход, ещё снова поиск Бэтсканера. Думаю, может, на этот раз повезёт. Может, всё-таки где-то его заныкали, этот Бэтсканер. Написано же, точка подключения за каким-то хреном. На вопрос о том, есть ли вообще у меня Бэтсканер и как его использовать, нам ответят параметры управления клавиатурой. На какую кнопку на клавиатуре включается Бэтсканер? Смотрел, смотрел. Нету Бэтсканера. И вот, спустя пять минут блужданий по комнате, когда меня уже охватило отчаяние, наконец-то появилась кнопка спасти с третьего раза, когда сюда подходишь. Блять, как меня бесит эта игра. Чё она, блять, такая ёбнутая? Просто пиздец, блять. Всё через жопу тут работает. Нихуя не по-русски, блять. Шо нахуй с импугалом, блять? Говна кусок. А, вот теперь, блять... О, боже ты мой, ёпт. Ой, да, блять. Опять привет, Оракул. Как дела, нахуй? Давно не виделись, целых две минуты я тебе не звонил, блять, не консультировался, ёпт. Блять. Пошла она, нахуй, эта игра. Я, наверное, блять, слишком старый, чтобы играть в это говнище, блять. Заебала. Миллион, нахуй, кнопок. Три миллиарда функций, блять. Всё это на нахуя, на наворочено, блять. Хуй поймёшь, как чё работает. Нахуй пошло. Всё, блять, иди в жопу. Бэтмен вместе с всеми своими, блять, сраными гаджетами. Иди в пизду. Реально это, блять, уму, нахуй, непостижимо. Вообще. Это надо быть задротом, блять, этой игры. Надо в неё играть, наверное, блять, год, наверное, ёпт, твою мать, чтобы научиться пользоваться всей вот этой, блять, хуйнёй. Вот эти бетаранг, бетамёт, блять, тросомёт, хуедрочник, блять, машинка, хуинка, блять, самолётик, блять, чё-то делает постоянно, кому-то звонит, блять. Ой, блять. Блять. Это что ещё за хуйта? Здесь столько, блять, ненужной вот этой хуидристики, что просто ёбнуться можно. Антенны теперь какие-то настроить. Да нахер они, но надо, блять, это всё. И вот, просканировав, видимо, химические выбросы, мы наконец узнаём, что Пугало варит свои химикаты на Ace Chemicals. То есть, Пугало варит свои химикаты на заводе химикатов. Обалдеть. Вот этот поворот. Вот эта неожиданность. Ну, кто бы мог подумать, да, даже Бэтмен со своей, со всей великой дедукцией, никогда бы, видимо, не оценил такого тупого хода, как варить химикаты на заводе химикатов. Всё, и на этом моменте меня переклинило, всё, я уже наигрался нахрен на 10 лет вперёд у этого Бэтмена. Для меня игра, по-моему, слишком сложная. Слишком много их-то функций. На 5 минут геймплея, блять, 10 минут каких-то разговоров, возни с какими-то, блять, примочками, с хуёчками, какие-то, блять, батаранги, тросомёты, какие-то компьютеры, всё сканировать надо, всё чё-то делать. Блять, это какой-то просто мандец, я не знаю. Это, по-моему, блять, слишком сложный геймплей, слишком заваленный каким-то функционалом, вообще просто нахер ненужным. Это же игра для детей, нахрен вы сюда столько всего вот этого наплодили. Тут, блять, играть за Бэтмена сложнее, чем за хакера Watch Dogs, ё-моё. В общем, не знаю, может у вас какое-то другое мнение. Вы уж пишите, жмите. И всё такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok